мальчики девочки дамы и господа дорогие мои подписчики и гости канала большое вам спасибо за отклики за комментарии опять же не забываем подписываться на новое мужское телеграм комьюнити ссылочка будет в описании и вячеслав зеленин тебе привет кто хочет чтобы я передал привет здесь в ролике пишите в телеграм комьюнити кого не забуду тому передам обязательно меня радует что ваше количество прибавляется нас парфюмерных маньяков в телеграм комьюнити становится все больше и как мне написал один из подписчиков рад за органический прирост вот ребят это очень важный момент органический прирост это означает ну когда вот само по себе она прирастает собственно когда вот нет этих хайповых тем каких-то хайповых заголовков кликбейтов вот этих вот безумных да когда нет крупных блогеров которые за тебя топят и на тебя все подписываются просто потому что там огромное количество мертвых душ людей кто не зуб ногой кто ни о чем и вот все написывают там у меня я рад тому что на меня подписаны только те ребята которым интересно мое творчество интересно ну допустим парфюмерная тема и соответственно лишних никого все только вот на данную тематику и всем интересно но это ли несчастье переходим герой нашего обзора это gucci purom 2003 год у меня есть еще одна такая бутылочка но она вот не на половину полная а на 70 процентов я очнулся осознаюсь вам слишком поздно я очнулся году наверное две тысячи тринадцатом когда уже сняли с производства несколько лет как данный аромат и я давай его везде искать нашел на авито у некой ну у некой его парня по имени игорь и он его продавал за 4000 товарная упаковочка с коробочкой в моем городе естественно но я испугался думаю вот подделка подсунет и не купил и дуренье потому что с тех пор я наверное половину моего парфюмерного гардероба купил именно у игоря игорь спасибо тебе вообще огромное впоследствии игорь решил избавиться от своего пара в гардеробу но я попал где-то в срединную какую-то такую вот область ну когда он еще просто продавал ну потому что не нравится ему аромат нужно было покупать ну в итоге пришлось из германии заказывать вот один половинчатый ну не тестер а а может и тестер слушайте не знаю не помню тут вот опять же не прочитаешь так просто нет наверное это просто а половины без коробки и 2 я получил как тестер 70 из 100 без коробки даже без крышки неважно я прямо пола умил и решил что мне нужно владеть этим шедевром этим сокровищем а именно таковым его считают многие парфюмоньяки не только в россии но и в мире очень многие по нему просто сходят с ума грезят мечтают видят сны о нем и так далее и даже несмотря на то что бентли абсолют он якобы почти стопроцентно воспроизводит данный аромат этот все равно остается легендой и непревзойденным эталоном также многие тысячи людей по всему миру с задаются вопросом почему сняли такой шедевральный аромат ну тут ответов может быть несколько во первых там насколько я слышал какие-то терки с правообладанием возникли ушел том форд и заступил другой креативный директор в гуччи парфюм и второй момент что хотели стереть все наследие тома форда и обновить обновить имидж гуччи вот они и обновили кроме гуччи гилти абсолютно ничего толкового за последние 10 лет насколько я знаю так и не вышло но за последние даже 15 получается давайте я вам зачту ноты с сайта фрагрантика кстати некоторые из вас наверное даже особо и не слышали вот этом аромате гуччи пуром 2003 кстати есть еще гуччи пуром но выпуска 1976 года тут говорят тоже супер крутой мне кстати есть отливан который уже выпарился нужно в него спирта долить и потом уже потестить затестить возможно я это сделаю если вы поставите лайк я сделаю это скажу вам чем пахнет гуччи пуром 1976 года проект аромат мы вот просто смотрим на список нот и мы даемся диву мы офигеваем насколько это вот может быть в реальности вкусно вы только послушайте аромат для мужчин естественно потому что пуром да древесные пряные да я согласен с этим оспаривать не буду выпущен 2003 году я это сказал неоднократно парфюмер мишель альмай альмайрак он же выпустил кстати бентли абсолю но возможно решил вспомнить свои старые хиты возможно так верхние ноты слушайте внимательно и и проникайтесь артемизия имбирь папирус лаванда базилик петит грейн бергамот и лимон это только верхние ноты средние ноты гвоздика пачули розовый перец сандал кори корень ириса жасмин белый кедр и герань ухо уже знаете хватит на пять парфюмов из нынешних вот этих вот розливов базовый ноты лавданум кожа бобы тонко амбра мускус дубовый мох ваниль ладан шалфей и ветер уже после этого хочется его обнять и тихо плакать потому что он ушел навсегда я думаю что те кто имеет бентли абсолют они говорят что это почти то же самое это клон но в тайне когда они вот спят закутавшись в одеяло они мечтают им снится оригинальный кучи по ром 2003 потому что именно он был рода начальником и именно он именно в него вложена вся душа парфюмера и весь креатив тома форда вот вы спросите опять же а при чем здесь том форд до том форд он тогда был креативным директором дома гуччи и парфюмерного направления в том числе и он выбирал вот эти батчи вот эти вот тестовые варианты и он выбирал какой из них станет гуччи по ром 2003 года точно также и сейчас том форд выбирает вот при создании новых ароматов под маркой том форд точно также он не парфюмер да но он подходит и говорит вот это пойдет а это не пойдет не говоря уж о том что дом том форд купила компания эсти лаудер это ни для кому не секрет и он ну постольку поскольку он ну является креативным директором но даже когда он владел своим брендом том форд он точно также не был парфюмером поэтому данный аромат можно смело считать детищем тома форда вот прям бескомпромиссно именно он выбрал что вот это помойку а вот это оно вот это будет и не даром отголоски этого парфюма люди встречают и сахара ну ах вот например которые была выпущена под маркой по моему она снята под маркой тома форда и во многих других тоже не зря кстати рейтинг на русской фрагрантики я скажу вам сейчас он очень немаленький он огромный можно сказать для русской фрагрантики это это рекорд 437 из 5 это вообще прям вышка это небеса что я думаю об этом парфюме давайте его нанесем я им давно не пшикался и вообще редко пользуюсь давайте его раз и давайте два чтобы по сильнее понасыщен аромат конечно спирт кстати спиртяга вообще по носу бьет вот в данном аромате как как нигде может я купил подделку в германии как вы думаете да нет конечно конечно поделать такое невозможно потому что он очень переливается он очень богатый он бесподобен бесподобен на него вышло очень много подражателей а именно the square potion оригинальный просто potion о де пахпам и о де туалет их два варианта было juicy cuture dirty english тоже по мотивчикам был создан плюс некоторые сравнивают данный аромат ком де гарсон два мэн но это все не то а еще чизари почете по моему там но фомен или уома он у меня есть не помню как он называется у которого такой шикарный шагренистый флакон шагренистые стекло такая шикарная крышка прозрачная мне кинжал внутри я на него обязательно сделаю обзор нужно вот ну вот опять же смотрите выпустить обзор на все клоны gucci purom 2003 это значит все все парфюмы в один ролик смотать нет это не по мне мне кажется нужно каждый по отдельности а потом лишь потом я их смогу уже в отдельном ролике сравнить для меня это аромат про лес про древесность причем не тупая деревяшка вот эту древесную молекулу все пихают куда ни попадя вот даже шанель я уже говорил в одном из моих роликов который по хвам который обогащен древесными нотами туда вот взяли костяк шанель блюдо шанель и туда впихнули вот эту тупую деревяшку эту молекулу которая уже навязла в зубах уже надоело она достала я ее вычленяю на раз-два и прям думаю что вот это взяли смесь бульдога с носорогом я тоже так могу в одно другого налить взять там гуччи гуччи пуром и в него добавить там какого-нибудь компотика и назвать его каким-то там именем ну которая вышла вот два месяца назад но это что это это нет здесь нету тупой деревяшки это очень важно это очень значимо это офигительно вот это мастерство может быть тогда еще не было этой молекулы которую сейчас повсеместно используют это ладан это артемизия действительно это имбирь вот настолько тонко на подложке чувствуется именно чтобы поддерживать всю композицию вот такой переливчатый играющий это знаете вот когда может быть вы в детстве ходили в лес в походы вот я ходил в поход будучи в школе у нас был Олег Олег Анатольевич что ли его звали он был студентом НГУ будучи студентом он уже у нас был преподавателем математики и он нас летом повел в поход и мы там трое суток вы представляете 10 километров мы шли от людных мест от станции ЖД мы шли куда-то вглубь лесов и там в палатках мы ночевали в котелках мы готовили тушенку с картошкой и мы вот спали ну такие маленькие тихушники бегали курить как такие взрослые да ребята и вот этот костер это хвоя которая по ну по земле стелется вот это какая-то древесная зелень действительно ладан воскуренный вот это все чувствуется в данном аромате оно такое натуральное оно вот натуральный некуда именно может быть за это его и ценят поклонники придраться вообще не к чему собран просто божественно просто идеально особо он не меняется но в принципе для него это и круто вот если вы хотите какой-то натуральной древесной хвойной такой неги я бы даже сказал так этот аромат для вас мне кажется действительно неповторимый он я конечно бентли абсолютно не слышал но я не думаю что они идентичны ну не думаю я ребят ну не думаю но при всем при этом самое забавное я не являюсь его фанатом почему потому что он имеет свойство меня лично угнетать вот как-то он слишком печальный слишком умиротворенный слишком такой меланхоличный слишком а такой дзеновый какой-то мне все-таки хочется больше движника я умиротворение нахожу в других ароматах здесь вот он ну представьте вы его на себя наносите и вы пошли в офис и вот вы в офисе пахнете этой хвоей этими кострами сосновой корой ладаном воскуриным ну то есть это не всегда не везде будет принято на ура хотя может быть я и ошибаюсь мне вот кажется так если я его и надеваю то только лишь для себя и он меня безумно радует вот когда хочется мне покоя покоя тепла такого да стойкость и шлейф ну стойкий он плюс-минус как туалетная вода но шлейф у него очень такой тоненький и такой невесомый опять же если вы хотите ну куда-то там на пати пойти или ну с утра вы надушились и хотите долго пахнуть к вечеру он будет едва едва заметен то есть ну совсем как бы нет поэтому получается в плане его желание его хотения приобретения это извините за каламбур нишевый парфюм то есть вот если вы согласны пахнуть тоненько аккуратненько весь день и заплатить за это бешеные совершенно деньги а он сейчас стоит gucci purom 2003 он стоит ну вот за флакон даже 50 миллилитров тысяч двадцать минимум то тогда да и в общем и целом я даже не нюхая bentley абсолют наверное порекомендовал бы вам лучше приобрести bentley абсолют пусть он не такой же пусть он по мотивам но в конце концов тем же самым парфюмером создан и деньги эти огромные ну конечно же нет я бы не отдал сроду я вот даже сейчас вспоминаю там сколько я отдал за эти остатки и то мне дурно становится но именно как легенда как прародитель как первооткрыватель всего этого направления этого натурального хвойно-кострового безуда ребят в кои-то веке безуда без вот этого вот свербящего нет он именно мягкий игривый и очень очень красивый да я ему отдаю должное вот в этом качестве безусловно если вам удастся с ним где-то познакомиться я думаю что вы будете в восторге и тем более если вы где-то вот знаете бывает у людей кто-то находит у старых знакомых на парфюмерном столике давно забытый запыленный флакон вот ну к примеру гуччи пуром 2003 то хапайте приобретайте его скажите дай у тебя его куплю вот и я не думаю что вы пожалеете для парфманьяка именно для вдумчивого парфманьяка для которого для которого не важен вот этот вот зубодробительный шлейф какие-то вот эти новомодные мускусы уды это это нирвана ребятки я надеюсь что данный обзор вам примерно обрисовал парфюм гуччи пуром 2003 я надеюсь что обзор был вам чем-то полезен оцените его как-нибудь и до новых скорых встреч подписывайтесь на telegram комьюнити ссылочка в описании пока супер хай а и офис о и он и Субтитры сделал DimaTorzok